Здравствуйте! В эфире информационная программа подробностей. Сегодня у нас в гостях первый заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Марина Вячеславовна Корожанова. Здравствуйте, Марина Вячеславовна! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о литературной премии имени Сергея Есенина, которая проводится в Рязанской области раз в пять лет. Что это за премия и как давно она учреждена? Эта премия учреждена в 2005 году, когда праздновалось 110-летие Сергея Есенина. И утверждена она постановлением Рязанской областной думы 7 сентября 2005 года. Цель ее – это стимулирование исследовательской и научной работы по сохранению творческого наследия и вековечья памяти Сергея Александровича Есенина. А также это интеграция усилий деятелей науки и культуры с целью сохранения и возрождения национальной русской культуры. Проводится она по пяти номинациям. В каждой номинации свой победитель. И раз, как уже вы сказали, действительно раз в пять лет к юбилею поэта, нашего земляка. В этом году и юбилею Сергея Есенина. 120 лет мы будем отмечать с вами. 3 октября – Большой Есенинский праздник, на котором и будет вручаться эта премия победителям. А сейчас пока идет сбор материалов. И одновременно еще год литературы 2015. Несомненно, да, конечно. В каких номинациях могут поучаствовать желающие выиграть, победить? Пять номинаций. Номинации длинные. Ну, давайте мы их озвучим, чтобы понимание было. Создание высокохудожественных, глубоко нравственных патриотических произведений в русле реалистической традиции отечественной и мировой классической литературы. Это первая номинация. Вторая – новое научное издание произведений Сергея Александровича Есенина на родном языке и на язычных переводах, отличающихся высокой степенью текстологической подготовки, наиболее полным и содержательным научно-справочным аппаратом и историко-культурным реальными комментариями. Наиболее значительные исследовательские литературоведческие труды, создание государственных и общественных музеев Сергея Александровича Есенина на его родине и за рубежом, и мемориализация памятных мест, связанная с его именем, а также разработку и внедрение новых форм пропаганды творчества Есенина, включая информационно-телекоммуникационную сеть, интернет и электронную библиотеку поэта. И пятая номинация – поиск и оригинальные решения Есенинской темы в различных областях искусства – скульптуре, живописи, графике, на театральной сцене, в кино, на телевидении, радио и, соответственно, в народном творчестве тоже. Вот такие длинные пять номинаций, но мне кажется, они очень подробно говорят, что именно каждый из претендентов может заявить. То есть, несмотря на то, что премия литературная, простор для творчества широк, и любой мастер, любой творческий человек может проявить себя? Ну, она в области литературы и искусства премия. То есть, это действительно обширная, широкая такая номинация, и дают возможность всем творческим людям, которые живут и являются гражданами Российской Федерации, и также иностранным гражданам, принять участие, быть победителями и лауреатами этой премии. Я так думаю, желающих довольно-таки много, потому что Сергей Есенин вдохновляет людей на творчество до сих пор, по сей день. Во всем мире. Во всем мире. И как много заявок уже принято к настоящему времени? Ну, в этом году чуть более 10 заявок, но премия еще, прием документов продолжается, заканчивается он 25 июля. Поэтому все, кто еще не успел и есть желание принять участие в конкурсном отборе, то есть могут заявиться. Мы принимаем материалы в Министерстве культуры и туризма Рязанской области по адресу улицы Никола Дворянская, 22. На сайте министерства также размещена вся информация, есть телефоны, электронные адреса. Все это можно спокойно посмотреть и направить необходимые материалы вовремя, без опоздания. И телефончик 2841-46, и всю ее консультацию, информацию могут по этому телефону тоже дать. А когда будут итоги подведены? Ну, окончательные итоги, премия уже победителей утверждается губернатором Рязанской области, и все материалы мы должны представить до 15 сентября, уже окончательно. Потому что 3 октября эта премия уже будет вручаться на праздники. Окончательное решение за губернатором области, а кто же судьи, кто в членах комиссии состоит? Комиссия по присуждению премии также утверждается губернатором. В состав этой комиссии входят видные деятели науки и культуры, которые внесли значительный вклад в популяризацию творчества Сергея Александровича Есенина, представители органов управления культурой, представители государственных учреждений и общественных организаций, творческие союзы. То есть здесь представлено 11 человек из разных направлений деятельности в сфере культуры и науки, поэтому это не предвзятые, это абсолютно объективные мнения складываются по каждой номинации среди лауреатов, то есть определяются лауреаты. А если не секрет, среди заявок наибольшей популярностью какая номинация пользуется? В этом году большей популярностью первая номинация – создание высокохудожественных произведений. Здесь у нас пока лидируют на данный момент, но не закончены еще приемы заявок, поэтому мы не можем говорить окончательно. Может быть, за последнее время, до 25 июля, еще есть целые недели, и все может измениться. То есть высокохудожественные произведения – это проза, поэзия? Да, да, несомненно, весь творческий потенциал, который могут реализовать наши люди, обладающие способностью к литературному творчеству, спевающие рязанские просторы, Есенина и другие произведения, которые связаны с рязанским краем, несомненно, то есть это высокохудожественные, глубоко нравственные и патриотические произведения. А в таком случае должны быть они обязательно где-то опубликованы в сборниках или нет? Есть же люди, которые пишут, допустим, в стол произведения, например, тихотворение или рассказ, а вдруг захотели поучаствовать, принять участие в премии. Как им быть в таком случае? В любом случае, обязательным условием должно быть представление комиссии оригинальных произведений, то есть опубликованных, оригиналы. То есть то, что пишется в стол, никто не читал и не видел, их невозможно будет просто оценить. Поэтому такое условие существует. И если человек не желает публиковаться, то он не сможет принять участие в фокусном отборе. А если говорить о ещё одной номинации, насколько я понимаю, это исследовательская деятельность, могут ли, допустим, студенты вузов, которые писали диссертации на какие-то темы патриотические или исследовали творчество Есенина и сделали какие-то находки, выступить со своими квалификационными работами в этой номинации или вряд ли? Или это должны быть научные статьи? Да, здесь не надо путать дипломную работу, диссертацию. Всё-таки диссертация – это научный труд. И если действительно это серьёзный документ, который глубоко исследует творчество, Сергей Александрович Есенин здесь вполне могут быть и номинантами, и реальными лауреатами. Скажем так, что в прошлые годы у нас в этой номинации были победители из Института мировой литературы имени Горького Наталья Игоревна Шубникова-Гусева за свою монографию получила эту премию. Действительно серьёзные работы по исследованию поэм Сергея Александровича Есенина и его жизнь и творчество. И добавлю, Ольга Ефимовна Воронова, как наша главная Есенина Вета, это тоже была лауреатом премии имени Есенина. Она, наверное, за создание центра Есенинского, да, или нет? Не только, нет. Именно за свои работы по изучению творческого наследия Сергея Александровича Есенина. Ну, здесь можно сказать только то, что лауреатами становятся действительно люди достойные, и каждая номинация, она представляет определённого кандидата. И надо сказать, что кроме людей, то есть здесь может быть не один человек принимать участие в конкурсном отборе, но может быть авторский коллектив. Авторский коллектив состоит не более трёх человек. Такие претенденты у нас уже были. У нас премии 2005 года получил авторский коллектив Института мировой литературы имени Горького за создание первого академического полного издания собрания сочинений Сергея Александровича Есенина. А в 2010 году авторский коллектив музея-заповедника Есенина за цикл музейных выставок, посвящённых Есенину. Это тоже интересные были работы, которые комиссии оценены высоко, и они стали лауреатами этой премии. То есть вообще можно абсолютно любую идею воплотить и стать победителем? Ну, если она эта идея отвечает тем номинациям и требованиям, которые определены положением о этой премии. А в этом году участники тоже из разных регионов страны подают заявки или в основном Рязанский регион? Ну, я сейчас пока не могу сказать по этому поводу, потому что приём не закончен. Говорить можно тогда, когда подведены итоги. И уже можно сказать, сколько участников было, из каких регионов, наш или только Рязанской области, или это уже представители зарубежных стран. Пока об этом говорить рано. Я думаю, мы с нестерпением будем ждать итогов, подведения итогов премии. Спасибо, Марина Вячеславовна, за разъяснение очень подробное. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. Желаем вам всего доброго. С вами была Марина Комиссарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова